Добрый, добрый, добрый вечер всем! Микрофон от рук, это студия Грокам ТВ. Ну и что, врываемся на ESL One, у нас европейский дивизион. Наконец-то закончилась азиатская дота, которая уже порядком осточертела всем. Ну, мне так точно не знаю, как вам. Ну и врываемся на матч не какой-то там. Врываемся на Cloud9 против Hellraiser. Два известных, два популярных коллектива. Одни на территории СНГ, другие нашумели у нас не только в Европе, но и во всем мире. В общем-то, Cloud9 серьезную опасность для ХР представляют. И, будем откровенны, Hellraiser в последнее время демонстрирует, ну, мягко говоря, не лучшие успехи. Во-первых, проиграли в Vega, вылетели из Stars серии. Во-вторых, серия неудач у нас была в ряде европейских турниров. Ну и что здесь у ХРов ожидает, в принципе, пока что не ясно. Ясно только одно, это Loser Bracket. Если здесь ты проигрываешь, ты вылетаешь к чертовой бабушке из ESL One. Пока что шансы у ХРов есть. Шансы есть, шансы неплохие. Тут, в принципе, дота-то игра реализации, игра динамики. Где-то пропрет на ранних левелах, и там можно клаудов и наказать будет. Но вообще по составу, конечно, Cloud9 помощнее будут выглядеть. Тут, собственно, нельзя душой кривить. Клауды, правда, по составчику посыгранней, посерьезней. Там еще и NoTail подтянулся к C9 вообще. В принципе, у ХРов серьезная опасность впереди. В ближайшие, я думаю, 2-3 часа. Что-то мне подсказывает, что катка эта не закончится двумя матчами. Скорее всего, будет все-таки 3 игры. Ну и где-то там 2-1 или 1-2. Это уже посмотрим. Ну, топить будем, понятное дело, что за ХР. За кого еще здесь болеть? Не за клаудовженом. Ну и давайте уже непосредственно к пикам перейдем. И где-то там немножечко тухленькой аналитики подбавим в данный матч. Бистмастер, Shadow Fint, Ancient Operation и Bristol Back для ХРов. Со стороны команды Cloud9 уже взяли Феникса, взяли Зевса. Есть Шейкер и есть Герокоптер. Давным-давно забытый герой. Сколько лет, сколько зим. Гера у нас не было... Да я не помню вообще, сколько у нас не было гера. Я еще тогда в доту не играл, когда гера закончили пикать. И Шторм Спирит последним пиком для Хеллрайзер. Для Афониджи герой имеется. Хотя вполне может быть, что это герой, да. Скорее всего, герой для Артеса. А СФа можно отправлять в Мидлейн. Бистмастер пойдет у нас... Предположительно, на сложную мог бы пойти Бистмастер. Но что-то мне подсказывает, что Бриста все-таки отправят на сложный лайн. А Бист смело пойдет себе выфармливать лес. Ну и Ancient Operation со Штормом где-то там что-то на лайне доорганизуют. В принципе, не так-то сложно. Колд Фит, Вортекс и Фраги могут, в принципе, потечь рекой для ХРов. Но, опять же, все от реализации зависит. На сложный лайн. У Клауд Найн, по-моему, Феникс уже готов. Зевс и Шейкер. Что-то мне подсказывает... Ну, Шейкер, понятно, пойдет саппортить. У нас, скорее всего, саппортить гера Зевс может отстоять смело Мидлейн. Ну, посмотрим на последний пик. Опять же, Хелл Рейзерс поверили, что будет еще один керри в составе команды Клауд Найн. То есть, одним герокоптером здесь не ограничится. И Зевс может пойти не на Мидлейн, а Зевс у нас будет саппортить. Саппортить на лайне, роумить, гангать, Террор Блейд для Клауд Найн. Все правильно, ХР поняли. Ну что, по пикам разобрались. Конечно, ситуация не самая приятная теперь для команды Хелл Рейзерс. Игра, скорее всего, будет затягиваться. Тут и план Б, и план С, и план А. Все у Клаудов в составе имеется. Ну, посмотрим на реализацию. Этернал Энви у нас на Террор Блейде. Герокоптер. Или... Вообще непонятно, да. Вот так вот. Мизери забирает себе Шейкера. Фата берет себе Зевса. Ну и Феникс отправится у нас, как я понимаю, все-таки в сложную. Гадем на Бейсмастере будет играть со стороны команды Хелл Рейзерс. А Фониджи забирает себе Шадоу Финда. Дредд берет Эншент Опарэйшн. А Горец будет на Бристолбеке в сложной. Ну и Артес будет на Шторм Спирите. Собственно, да. По ХРам я примерно ситуацию предсказал. Артес отправится фармить, скорее всего, легкий лайн. А Фониджи будет на СФ фармить на Мидлейне. Ну и Дредд не должен отходить от Артеса, потому что на ранних левелах Шторм против Даблы, Триплы, там или сколько поставят у нас на сложные игроки команды Клауд Найн мягковат будет. Ну что, разобрали своих героев, в принципе, все уже. Мизери будет играть у нас на Шейкере. Бон Севен будет играть на Фениксе в сложной. Ноу Тейл. Он же Биг Дэдди будет играть на Герокоптере. Этернал Энви берет себе Террор Блейда. И Фата будет играть на Зевсе. Фата уже пробустили у нас на Танго. Фата готовится выйти в Ботл. Собственно, Фата отправляется на Зевсе в Мид. Биг Дэдди на Герокоптере. Шесть Танго. Геро, Геро у нас саппортит. Вот так вот. Теперь Дота приобретает совсем другой характер. Этернал Энви будет у нас фармить на Лайне. Ну и Мизери, понятное дело, саппорт. Больше меня интересует ХР. Как они расставят своих героев. Горец на Бресте. Очевидно, отправляется в сложную. Афонид же Мидлейн. Гадем, скорее всего, у нас будет Лесным Парнем. И Дредд будет опекать у нас Артеса, который будет фармить на Легкой Линии. Уже есть рецепт, кстати, на Солу Ринг у нас у Артеса. Сразу закупился в рецепты. Старая добрая школа. Не пойми какой Доты. Пока у нас небольшая пауза, собственно, что можно рассказать вообще по ХРам, по их пути на данном турнире. Флип сайт одолели не так давно у нас Хелл Рейзерс. Выиграли там со счетом 2-1. Пришлось хорошенько попотеть. Ну и вот теперь, собственно, их ждут Клауда. Опять же, третий раунд. Это нижняя сетка. И проигравший вылетает у нас. Собственно, проигрывать ни в коем случае нельзя. Там верхний совсем другой Рубилова. Не так давно у нас Аланец, кстати, одолели. Нави и Полары с Эмпайром сейчас там сражаются. Собственно, будут новые у нас кандидаты на бойню в нижней сетке. В нижней сетке обычно самое веселье происходит у нас, когда команды находятся за один шаг от вылета. Там какие-то вторые, третьи дыхания открываются у ребят. И получается что-то выдумывать, какие-то нестандартные мувы предпринимать. Ну, собственно, адреналин обязывает к этому. 20 секунд до выхода крипов. На нижней руне уже расположились игроки команды Хелл Рейзерс. На топлейне у нас один Горец будет сражаться за руну. Ну, наверное, не по шансам, потому что здесь уже есть три героя команды Клауд Найн. Единственное, что Мизери отходит. Ну, и опять же, опять же, Биг Дэдди недалеко. Просто выйти Горцу, поймать ракету и поймать кучу нижних молниев от Фата, и это было бы слишком неприятно на ранних левелах. В итоге, Гаддем у нас отходит на топлейн, и к нему же бежит Горец. Афониджи в мид на СФ, Дредд, Саппорт на нижнем лайне, и Артес тоже у нас фармит на нижнем лайне. Бон Севен, как я понимаю, баунти у нас снизу забрал, но еще и здесь подблочили крипов. В общем-то, ситуация у Бон Севена на ранних минутах будет весьма и весьма комфортной. Афониджи против Фаты на мидлейне. Вот это, конечно, неприятно для СФа на ранних левелах, наиболее, наверное, достающего персонажа, более достающего, чем Зевс, наверное, и не придумать. Постоянный спам нижними, там по мане особенно Зевс проседать у нас не будет, уже Ботл прилетает у нас в Фате, и, конечно, Фониджи придется терпеть, терпеть и еще раз терпеть. Главное, это не слиться до Ботла, а там, гляди, пронесет. Действительно, денек простоять до ночку продержаться. Артес на нижнем лане против Бон Севена. Шейкер отсюда ушел. Мизери уже у нас на топ руне и уже готовится выйти на Афониджи. Кабан тут, в принципе, все контролирует. Мизери примерно увидели. Афониджи понимает, что опасность на ранних левелах никуда не отступала, и будут его пытаться цеплять. Бесмастер, в принципе, занимается тем, о чем речь велась изначально. Либо это будет лес, либо это будут теншн. Лишь бы Годему не потеряться вообще в этой рутине. Бесмастеровской не потеряться на лайнах. Потому что можно где-то и эншентов потерять за счет варда, да и какие-нибудь доставучие саппорты. Вот по типу того же Мизери подойдут и заблочат спаун эншентов. Заблочат, будут стоять, смотреть, как мучается бедняга Годем без фарма вообще. Это классика, в принципе. Оставить одного саппорта конкретно на эншентах, чтобы тот герой, который линии на данный момент не имеет, оставался совершенно без фарма. А тому же Мизери фарм, по сути, пока и не нужен. Главное дать хорошую фиссуру, а команда все сделает. И левел будет, и золото будет. Ну что, Годем за руну ковыряется у нас с Мизери. И Мизери отжимает у него баунти. И здесь, в принципе... А здесь, в принципе, ничего. Здесь иллюзия Террор Блейда просто разбивает руну. Опять же, кто за руну сражался? С Кабан рядом с руной стоял. В принципе, брать-то было некому. Сам Годем в это время на нижней руне терял время вместе с Шейкером. Дредд уже наполучал. Половину хп Дредду снесли. Шторм Спирит на ботом лейне. В принципе, 700 есть у Артеса. Уже можно было бы и приобрести себе Сулринг. Но для этого надо хотя бы подойти к Сикрет Шопу. Пока что не пускают. По крипам. На первом месте у нас Фата идет. На втором месте идет у нас Террор Блейд. Все это игроки в составе команды Клауд Найна. Первый в составе Хелл Рейзерс. Это у нас ССФ на мидлейне. И кое-как 13 крипов себе насобирал. Да и Артес 9 на 5. В общем-то, стоит в легкой. Но понятное дело, что по фарму проигрывает тому же Террор Блейду. И Террор Блейд будет очень неприятным в лейт гейме. Выходить в этот лейт гейм я бы вообще не советовал команде. А команде Хелл Рейзерс Мизери. Медвежью услугу, в принципе, Фати сделал. Да и всей команде Клауд Найн. Поставил фиссуру на СФ. И чуть ли половину ХП не потерял. Просто на ровном месте. Фата подойти не смог, потому что удачная пачка крипов подошла к Афонидже. Ну, короче говоря, Афонидже плотно повезло. А с другой стороны Шейкер натупил. Сам за это и расплачивается собственным ХП. Биг Дэдди жизни вообще не дает Горцу. Горец до сих пор у нас первого левела. У него до сих пор ноль крипов убито, ноль за Дэнайна. Горец бедняга. Тут реально проблема вообще. За какой-то чертой бедности находится у нас Горец. Биг Дэдди тоже, в принципе, в таком же положении. Но у Биг Дэдди такая задача. Не фармить, а бесить Горца. И бесит его так, что Горец, я думаю, скоро отсюда уйдет куда-нибудь в лес. Ставит, например, эншентов у нас Гадему. А сам пойдет спрейми. Ну, хотя бы левел, если получит спрейми наваливать по крипам. В лесу. Мизери уже обосновался у нас на топ-лейне. Правда, до сих пор первого левела. Возможен выход у нас, кстати, в спину на Бон Севана. Вортекс есть ли у Артеса? Да, Вортекс первого левела есть. Колд Фит под ноги. Где это все? Как долго, а? Колд Фит кастуется. И Карус Дайв есть от Бон Севана. И Артес, по-моему, приплыл здесь. Хотя на ло-хп Бон Севан, ну и Дреду теперь достается. Короче говоря, размазня, а не файт. Ничего конструктивного, ни одна, ни другая команда друг другу не предложила. Ну и слишком, мне кажется, поздно Колд Фит пошел у нас от Дреда. Надо было как-то под Вортекс это все организовать. Хотя Бон Севан-то и Карус Дайв. 700 миллионов секунд у нас кедешится. Бон Севан здесь и остается. Гадем пришел очень удачно. И Артес. ФБ делает на пятой минуте. Это полезно для команды ХР. Прям до жути полезно. Я не могу даже описать, насколько. Потому что у Хелл Рейзерс по фарму-то дела были не лучшим образом. А теперь вроде как отковыривай. 750 проигрывали. Уже так, ульта пошла у нас у Зевса. Это вот так вот решаются, оказывается, все вопросы. СФ у нас в миде отваливается. И Артес на лоу ХП отсюда убегает. Но Зевс сам на лоу ХП. Но Фонинджи не доковырял его. И шестого левела у СФа тоже не было. Так бы и Зевс у нас отъехал в таверну. Один в один. Разменялись. К шестой минуте у нас игроки. По золоту. Клауд Найн свое, в общем-то, не отдают. И не собираются, я думаю, это точно. Еще раз напомню, Лузер Брэкет проиграл. Пошел вон вообще из турнира. Ни одна, ни другая команда на это не рассчитывает. И все, и пошел спам ракетами. Ракеты, кстати, максит у нас Герокоптер Биг Дэдди. И Горец. Одного крипа за Денайл. Великолепный показатель на шестой минуте. К окончанию шестой минуты. Вот и один добитый. Все, Горец. Раскрылся талант. Наконец-то. К 70 годам. Раскрыл себе таланты Горец. Одного крипа за Денайл. Одного убил. И ситуация потихонечку, но исправляется. Оставили Биг Дэдди в соло здесь. И уже можно бы и Горцу подойти и как-то понаглеть немного. Хотя у Биг Дэдди левел повыше четвертый. А у Горца только-только третий. И вот может насобираться. Опять же, при удачном стечении обстоятельств. Афонин же забирает инвиз на нижнем лайне. Можно попробовать зацепить Бон Севена. Бон Севен здесь еще и решил немножко подстилить экспириенса и золото. Бон Севенс и Карус Дайвом. Если вортекс поставят, можно зацепить. Нет, улетает у нас Бон Севен. Ну, это опять же, это спейс-криэйтинг для Артеса. С той фарми никто не мешает. Давайте по Нетворцу глянем, как обстоят дела. У Зевса первый Нетворц на карте. Три с копейками, две девятьсот у нас у Этернал Энви на Террор Блейде. И дальше уже идет Артес. Так, Зевс у нас забирает еще и на Мид Лейне. Опять Сефа. Фонин же, что же такое? Фонин же что-то сыпется-присыпется. 0-2-0 уже у Сефа. Седьмого левела до сих пор нет. У Зевса уже восьмой левел. Фата, конечно, по золоту великолепно себя ощущает. Ну, то, о чем я говорил. На ранних левелах постоянный спам. Ну, и здесь еще и Дреда развалили. Хотя Артес должен забирать Бон Севена. Оверлоуд. И нечем вызвать просто оверлоуд. Маны не хватило ни на Ремна. Болл Лайтнинг вообще-то не обсуждается. И Артес отпускает у нас Бон Севена. 1 в 3. К половине в восьмой минуты разменялись команды. Клауда по золоту 100%. Здесь выигрывают. Да, 2 с копейками в их пользу. И по экспириенсу тоже 3 тысячи для Клауд Найн. Но здесь просто на сухпайке у нас Бристлбэк. 2-1 у него по крипам. Но это полнейшая печаль даже у Гирокоптера. Который вообще играет у нас в роли саппорта. Биг Дэдди и то заработал, забрал 13 крипов. И еще и 5 за Денайл. Пошла погоня за горцем. Ракету проюзали. Ну и Гирокоптер сам в соло будет у нас давить горца. Не знаю, давить авторитетом разве что. Какого левела ракета? Ракета 3-го левела. Бедняга горец. 11 хп остается. Ну, жуть полная. Тут надо либо подсейв какой-то у тиммейтов. Либо горцу бежать оттуда. Еще одна-две ракеты. И там пару ударов будет от Этерна Ленви. Или от того же Ноутейла. Ну и от горца, я не знаю. Кроме спрея вообще на земле вообще ничего не останется. На тебе, Зевсуль. Развалили горца. Развалили на медлейне у нас Гаддема. 1-5. Просто по классике. Надамажили. Зевс все закончил. Ммм, да. У Кэров ситуация, ну, мягко говоря, печальная. Фониджи опять трещит по швам от Фаты. У Фаты уже четвертый Lightning Ball. Вторая нижняя. И подходить к Фате вообще невозможно. Тут одна ульта уже наказывает половину команды. Но у Бриста четвертый левел. О чем можно говорить? У Гаддема тут еще хуже дела обстоят. У Бестмастера только-только третий насобирался. Гаддема, кстати, у нас ловят и Афониджи. Пошла супернова у нас от Феникса. Афониджи, наверное, догорит. Нет, выходит из зоны поражения. Гаддем. Так, ну и Карлс Дайв здесь из Спириты от Бон Севена. Решил на Гаддеме, я так понимаю, остановиться. Фиссура у Мизери через 2 секунды. И догорает у нас Гаддем. Вообще непруха для ХРов. 0-2 Бестмастер. У Афониджи 0-2-0. И сейчас чудом каким-то вообще выжил. У Горца на сложной 0-1-0. Горец все-таки не оставляет попыток хоть что-то здесь выформить. Ну, за Гаддема 227 заработали Клауд Найн. Артес, наверное, последняя надежда, как я понимаю. Потому что у Афониджи... Хотя неплохо такое у Афониджи. Второй левел. Второй, точнее, Нетворс на карте. Второй левел. Фу-фу-фу. Второй левел на 10-й минуте. Нет, у Афониджи уже 8-й левел. Практически 9-й. И до Мекки... Где-то еще 1000 с копейками. Афониджи необходим. Да, можно будет и подраться. Тогда ту же ульту Зевса хотя бы можно будет пережить. Ну, или раскаст Гира. Или... Да много чего придется переживать. Потому что у Клауд Найн слишком функциональный пик. И демеджа куча ОЕ. Всего предостаточно. И ульты очень и очень функциональные у всех и каждого. И Шейкер тебе тут. И Зевс, и Гирокоптер. Собственно, попробуй всю эту ерунду вывези. Ну, Пайп... Вообще, мастхев в данном... В данном матче. Кто будет его собирать, правда, непонятно. У Горца шансов собрать. Я не знаю, что у Горца вообще есть шансы собрать. Тут ПТ бы собрать к минуте 13-14. Было бы великолепно. Это предел мечтаний вообще. Горца 6 на 4 Крипстат. 10 минут у нас прошло. Ну, вот, собственно, ситуация. Горец уходит с лайна и начинает спамить спреями по обычным нейтралам. Так, Афониджи сыпется по ХП, где это происходит. Опять выход у нас от Мизери был, я так понимаю, на Шейкере. И опять Фата нон-стоп разваливает у нас Афониджи своими неприятными молниями. Рошан падает тем временем для команды Клауд Найн и Этернал Энви теперь с Аэгисом. 2000 по золоту есть у нас у Террор Блейда. У Феникса уже готовы Транквил Буци и есть уже Войт Стоун. Готовится выйти у нас Бун Севен в ЕУ. Ну и у Зевса появляется Даггер. Команда Клауд Найн тут давит. Они гораздо серьезнее нафармлены к 12-й минуте. По золоту выигрывают 4 с лишним и по экспириенсу 5000. Они прекрасно понимают, что за ними преимущество и им собственно организовывать все файты. Им давить, им врываться. Собственно и появляются такие врывные артефакты по типу Даггера на Зевсе, который вообще не обязательен, но по данной ситуации более чем приемлем в этом билде команды Клауд Найн. Зевс будет врываться, Зевс будет давить и Зевс дает рассказ. Вся команда ХР начинает убегать. Это уже... Тут бабки вообще не ходи. Все в принципе понятно. Потому что на половину столба от одного ульта проседает. Ну и догонять придется в любом случае. Артес не дает у нас Фати заюзать скиллы. Вот пожалуйста, вот вам Даггер. Просто Артес на лоу ХП отсюда бежать. Артес догорает. Ульта от Зевса. Все рассыпались. Еще и Феникс Сан поставил здесь. Вы не поверите, но Феникс. И команда Хелл Рейзерс седьмой раз уже погибает. На этот раз умирает у нас Артес, которому вообще не надо было умирать. Первая смерть для него. Один фраг у Артеса есть. У Афониджи 0-2-0. Как было, так и есть. Ульта пошла от Биг Дэдди. Афониджи уже с Меккой. Уже более-менее приятно. Гадема выхиливает. Себя выхиливает. Ну и куда тут вообще? Просто с руки Террор Блейд. Расковырял у нас Афониджи. И дальше за Гадемом. Ульта есть, если что у нас у Террор Блейда. Ну, я так понимаю, Эггис решил нас слить. Или не ожидал, наверное, что все-таки провязает Глиф. Ну, алоу ХП здесь Тавр. Мизери, да что ж ты за пес такой, а? У тебя есть Этернал Энви. Мизери просто подошел и мизинцем доковырял у нас Тавр. Ой, Горец, бедняжка. Сбросьте Горцу куда-нибудь денег. Я не знаю, на мобильный счет или как-то их надо спроецировать. И как-то надо вытаскивать из-за черты бедности данного героя. Брис только-только на ПТ себя насобирал. 14 минут у Бриста появляется более-менее вменяемый артефакт. Грейжен и Тапа. Ну, это печальная ситуация абсолютно. Шторма Угр Клаб. Сол Ринг. Есть ПТ. Ну и базилка на всякий случай для шторма. Я думаю, Бладстоуном здесь пока что пахнуть вообще не будет. Шторму надо как-то обезопасить себя. И, как я понимаю, Артес у нас через Угр Клаб выходит в Блэк Кинг Бар. У Зевса уже есть Сол Ринг, есть Аркан Буцы, Даггер и Тысяча по Золоту сверху. А вот для Феникса появляется Юл. Ну и Феникс с Оффлейна очень много вынес. На пятом месте у нас по Нетворсу Оффлейнер команды Клауд Найн. А Оффлейнер команды Хелл Рейзерс еле-еле здесь на восьмое как-то выбрался. И то тоже, потому что ни Дредд, ни Гаддем вообще никакой угрозы не представляют для команды Клауд Найн. Они остались абсолютно без фарма. И самое печальное, что умирают очень и очень часто. Гаддем умер уже трижды, один раз умер Дредд. То есть саппорты вроде бы в файтах не участвуют, в фарме не участвуют. И умудряются еще сливаться, фидить команду Клауд Найн. И это действительно не есть хорошо. Рывается у нас Бон Сева. Поставил здесь Супернову и разбегаться все. Ракета летит за Афониджи, Биг Дэдди сразу за ним. Я так думаю, кулдаун здесь сейчас шарахнет у нас по Афониджи. Кулдаун у нас только по Гаддему попадает. Разобрали в итоге Гирокоптер. Ну и Гаддем на лоу ХП. Я думаю, Бон Севен сможет догнать его. Хотя и Карус Дайв еще черти сколько будет у нас кэдэшиться. Ну и нормально. На лоу ХП Дредд, но Дредд в принципе живет. Дредд отсюда должен уходить. Гаддем уже делает Афониджи тоже делает Афониджи. Афониджи тоже делает Афониджи. Сильно битые, но живые. И по золоту видите, что в данном файте что-то да подзаработали. Да и по Экспе немножко отковырялись. Ух, ситуация какая неприятная. 8000 уже. Клауда выигрывает по золоту. По Эксперенсу 7,5. У Фаты уже появляется Пойн Бустер. Думаю, Арканы здесь разберутся как раз к Бладстоун. Осталось только до Виталити. 150 по золоту и 800 до рецепта на Бладстоун. Короче говоря, 2000 и Фата уже будет с Бладстоуном. А там черт его знает, что делать с этим Зевсом. Да и вообще, 2.10 Хэры проигрывают. Ситуация неприятная. Абсолютно 10 по золоту. По Эксперенсу 9000. Тоже в пользу команды Клауд Найн. Так, у Террор Блейда тем временем Яша уже имеется. Рингов Аквила, Пауэр Трэдс. Не поверю, что это все. Правильно, не поверю. Уже готов Манта Стайл полностью у нас для Этернал Энви. Так, ульта пошла от аппарата. Дрэд, в принципе, по двоим-то попал. Развалили у нас Афониджи в кустах. Ну и все. И все. И драка на этом заканчивается. Это не драка была, это было избиение. Единственное, что изменяемых мувов со стороны команды Хелл Рейзер здесь было, это ульта Дреда, которая попала больше, чем по одному. И тоже, и команде Клауд Найн как-то от этого ни холодно, ни жарко. Бон Севна 1000 по золоту еще сверху. У Шейкера появляется Даггер. Помимо Даггера есть Сол Ринг у нас. У Шейкера есть Аркан Буцы. И давайте посмотрим на саппортов команды Хелл Рейзер. Здесь урна и Транквил Буцы у нас у Дреда. У Гадема, Транквил Буцы и все. Мэджик Вонт и... Свиток Портала. Это все, на что созрел у нас Гадем к... К 18-й минуте. Плохо, печально, оскорбительно по отношению к Гадему, да и вообще ко всей Доте. Ну такая ситуация. Так получилось. Афониджи еще, еще и на него ракет. Кулдаун сейчас будет у нас по Афониджи. Нет, кулдаун у нас в никуда не попадает. Афониджи бежит от ракеты. Ну и половину ХП теряет. Просто на ровном месте это стоило... Всего-то навсего 150 маны Геррокоптеру. Я думаю, эту игру затягивать команде ХР бессмысленно. Потому что в лейте здесь есть Террор Блейд и здесь есть Геррокоптер, который... Как-никак, но вытащит свои артефакты к минуте 30-й, 40-й. Что-то у Геррокоптера появится. Так, Фату зацепили. Ульта пошла у нас от Дреда. Ульта попадет. Вот Фата на лоу ХП. Гадем пилит у нас Дреда. И Дред должен же здесь умирать. Наконец-то Фата. Фата на лоу ХП. Фата погибает. Дред забирает у нас Доминейтинг Стрик от Зевса. Ну и потеряли двоих. Так, кстати, Эйшн Топор Рейшн у нас еще и догорает. Афониджи там уже развалился. Геррокоптер его добивает. Ну и все, и Дреда забрали. 4 в 1. И Горец горит где-то. С ДД Террор Блейд, конечно, еще бы не гореть. Сам сижу здесь и горю. 3.15. 3.15. По фрагам беда. По экономике беда. 12 тысяч в пользу команды Клауд Найн. Это у нас еще графики не обновились. И по экспириенсу 11 тоже. И план Б есть у команды Клауд Найн. План Б это Террор Блейд. План А уже реализован. Мульти вообще с пыловая. Трипла здесь. Или даже 4 героя, которые со спылами невывозимыми на ранних левелах. Вот. И, собственно, план А уже реализован. А план Б просто вступает в действие, ну, по мере прихода времени. 30-я минута настанет. И Террор Блейд замучает всех своими иллюзиями. Неубиенными абсолютно. Ну и попробуй Террор Блейду хоть что-то расскажи в лейте. Да и кто будет рассказывать? У Артеса беда полнейшая. Артес еле-еле тут в БКБ выходит. Еще 1000 по голде надо. У СФа на демэдж 0 вообще. Рейсбенд и Пауэр Трэдс на ловкость. Если будет переключен, это весь демэдж у нас Афониджи. 11-й левел. Давайте глянем на Зевса. У Зевса 13-й, ближе к 14-му. У Террор Блейда 14-й, ближе к 15-му. Ну, Афониджи тут при всем вообще моем уважении, ну, его герой тут 100% не боец. Потому что любой герой, и Зевс в соло, я думаю, и Герокоптер, наверное, тоже в соло за счет спилов. Хотя Герокоптер-то у нас саппорт. Разваливает у нас Фониджи. Ну что, Биг Дэдди поймали. Ульта Дреда только на одного Герокоптера. И Герокоптера выхиливают? Или кто? Что вообще? Как? А, это свап у нас от Этернал Энви. Я испугался, думал, сыр у Биг Дэдди. И думаю, откуда? И как вообще сыр может выхилить под ультой Дреда? Вот, бывает. В любом случае, спасли у нас Герокоптера. Этернал Энви поменялся душами и отправился... Отправился хилиться на Тауру. Ну, двоих игроков забрали в любом случае. Горец отправляется у нас на Эншентов. У него уже полторы тысячи будет на руках. Ну, хотя бы вангвард насобирать. Хотя бы не литься так же, как льется Годдем седьмого левела, несчастье. А Дредд восьмого тоже Эншент... Ну, примерно на равных вообще умирали. Что Горец, что Эншент Оперейшн, да и все. Ну что, врыв на Афонинджи от Мизери. Эхо Слэм от Мизери. Развалили у нас Афонинджи. Ну и Горца будут цеплять. Под Хостой здесь Зевс бегает. Дредд, а ну-ка. А ну-ка. Вообще не проперло. Просто не проперло. 3.18. В шесть раз больше фрагов Клоуда уже сделали. Бон Севен уже, что себе позволяет. Хотя, опять же, нашел инвалида. Бестмастер седьмого левела и 1.5 счет по Нетворсу вообще. Тут есть дно и еще под дном небольшая прослойка. Вот именно там Бестмастер у нас сейчас и обитает. Даже не дно, а какой-то Ил глубиной в 50 сантиметров. Геррокоптер, лететь отсюда. Так, у нас врыв пошел на Рошана. Этернал Энвера забрали. Вот это уже неплохая цель. Это очень и очень неплохая цель. Еще как-то иллюзия оказалась у нас на хайграунде. Кстати, Артеста здесь может умереть от Бон Севена. Маны на Болл Лайтнинг нет. Надо попытаться перелететь через Глиф или хоть через что-нибудь. О, кто тебя отпустит отсюда? Артеста развалили. Но размер я вам хочу сказать в любом случае в пользу команды Хэр. Здесь уже не отображается смерть Этернал Энви. Ну, это действительно лакомый кусочек для Хэров был. Супернова пошла у нас от Бон Севена. Ну и Дредд здесь просто сгниет. Его даже не трогают руками. Поставили фиссуру и под солнышком загорает у нас Дредд. 4.20. 1 фраг Этернал Энви разменяли на 2-х, даже 3-х, да, 2-х героев. Потеряли Артеста. Это якобы мейнкерри команды Хэлл Рейзерс. Мы потеряли Дредда, но это уже в 4-й раз ничего удивительного. 23 минуты по золоту. 16 или 17 тысяч даже Клауда по экспириенсу 16 тоже Клауд Найн. Ну, то, о чем я говорил. По составу, команда Клауд Найн по кадровому составу гораздо мощнее, чем команда Хэр. По состоянию конкретной какой-то морали, по подъему, по спортивному, какому-то духу. Клауд Найн, в общем-то, стабильный, ребята. А вот Хэры переживают, ну, не лучшие времена, это точно. Они вылетели из одного турнира, проковыряли где-то в другом турнире все свое преимущество и возможность сражаться за выход. Ну, и теперь, собственно, Хэры доказывают, что действительно дела у клуба идут не так хорошо, как того хотелось бы. Ну, и что? И Мизери у нас разваливает... Эээ, Мизери у нас вместе с Фатой разваливает СФа на мидлейне. Так быстро умирают герои, что даже на Хеллс Бар, если смотришь, не успеваешь переключиться. Афонид же очень быстро развалился и развалился в седьмой раз. СФ, мидлейн, СФ. Ну, и на тебе еще одного. Бистмастер у нас отваливается, ну и даблкилл от Мизери. Дальше пошла погоня за Дреддом. Фатой нижняя сейчас откэдэшится, ну и просто с руки доковырял Дредда. Но это полное унижение. Клауда валят очень сильно своих соперников. Хейром... Я даже не знаю, что Хейром делать. Им, в принципе, все, что можно делать, это зажаться на хейграунде и обсуждать примерно второй матч. Как он будет протекать и что нужно делать, чтобы первый матч не повторился. Этернал Энви в это время забирает себе еще и Аэгис. Нормально. Забрал ХП у Ноутейла и пошел дальше фармить. В принципе, у Герокоптера есть Транквилы, есть Аганим. Что-то я подозревал, что Герокоптер у нас в Аганим и отправится. Там, да, Point Booster был. Что-то подозревать, если можно было понять. Ну, собственно, что? Это развал по всей карте. Там, где Зевс показал... Если... Когда Зевс показывает, где находятся игроки команды Hellraiser's, по ХП пробивает у нас Ноутейл, в кого наиболее выгодно отправить кулдаун. И все, и кулдаун полетел. Кулдаун полетел, это минус 1, минус 2. Ну, что с ССФом происходит, а? Просто горит. ССФ 0, 8, 1. 152 крипа добил. Ну, это все бесполезно, когда ты 8 раз умираешь. На седьмом месте ССФ, в общем, на Творсе. Первые 4 позиции за игроками команды Cloud9. Ну, и кое-как тут Артес вообще за место под солнцем старается биться. Влетает в Мизери. Сразу же Фессура у нас в Артес. Артес под БКБ. Ульта от Дреда. Мизери должны забирать. Шторм Спирит забирает, кстати, Мега Килл Стрик. И Бон Севена могут подкол фитить здесь. Ну, бейте, бейте, бейте. Все у вас получится, пацаны. Месиво у нас. Феникс Сан развалили. Хорошо. Ну, и даблкил в это время от Фаты. Тут просто развлечение для команды Cloud9. Сагрили троих, или даже двоих или троих игроков на Феникс Сан. А что делать дальше? Собственно, Зевсу объяснять не нужно. Но ульта от Зевса, и там счет 6-27, и это печаль полная. Артес против иллюзий Этернал Энви сражается. В Этернал Энви уже готов файл в скаде. У него 2 с копейками 1000 хп. У него иллюзии. И одни, и вторые бьют очень сильно. Афонин же развалили. Девятый раз умирает у нас СФ. И все, Этернал Энви свапнулся хпшками с Горцем. Горец вынужден идти на базу регенится. Мидлейн падает без сопротивления. Ну, сопротивление, если есть, то это, в принципе, несерьезно даже смотрится. Ульта пошла от Дреда. Биг Дэдди должны убить. Убивают Биг Дэдди. Погонят за Фатой. Фата под коллфитом. Примерзает Фата. И что? Ну, и подойти к нему бояться просто. Один Кабан тут самый смелый. Доигрался Кабан. Кабана убили. Ну, и дальше кулдаун по Горцу. Два героя команды Хелл Рейзерс. Только живы. Ну, все. Сдают нервы у нас у Дреда. Сдают нервы у всей команды Хелл Рейзерс. Поняли, что лучше собраться на следующий матч. Я тоже, в принципе, такого же мнения. Поэтому. Поэтому, поэтому. Поэтому. Ну, что тут? Надо пожелать команде ХР покрепче стиснуть зубы. Ну, и стоять терпеть. Клауда, я думаю, в следующей игре будут давить еще мощнее. Они очень хотят пройти дальше. Потому что они, ну, номинально они, конечно, сильнее, чем ХР. Тут особенно даже и вариантов немного у Хелл Рейзерс. Просто надо прыгнуть выше головы, если они хотят. А что там СФ делает? СФ там на коленях, кстати, стоит что-то кастует под вышкой. Да, так вот, ХР им надо выше головы прыгнуть, чтобы клаудов поставить на место, выиграть следующую катку и попытаться в третьей что-то отковырять. Получится, не получится, увидим. Собственно, ни червить ни в одну, ни в другую сторону не буду. Не будем загадывать. Топим за ХР, а как выйдет, глянем. Ладно, у микрофона друг. Напомню еще раз, это студия игрокам ТВ. У нас альтернативный абсолютно каст. Вы там сильно в чате не рассказываете истории про Штормов и про прочие студии. Мы не зарабатываем на этом, поэтому кастим от себя, для души и делаем то, что нам нравится. Надеюсь, вам тоже нравится. Тем, кому понравилось, не забывайте нажимать follow на Twitch. Абсолютно бесплатно, безболезненно. И заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь. Если какие-то вопросы будут там в группе ВКонтакте, я в админах, собственно, точно так же можете обращаться. Все пожелания, все какие-то просьбы, все, что вас может интересовать, задавайте в личку. Если что-то конструктивное, то постараюсь ответить и помочь. Все, пока небольшой перерыв. Музыка, графика. Услышимся во второй катке. До связи. Продолжение следует...